9 июня в Даугавпилской городской думе чествовали победителей программы грантов самоуправления «Импульс-2022». Уже в ближайшее время они смогут приступить к реализации своих бизнес-идей, создавая в нашем городе новые продукты и услуги. Конкурс «Импульс» проходит с 2014 года. Главная цель программы – поддержать молодых предпринимателей, помочь им осуществить интересные бизнес-идеи и создать новые рабочие места. В этом году было подано 34 конкурсных заявки. К сожалению, некоторые участники неправильно оформили документы, и их заявки не дошли до этапа оценки. Из рассмотренных комиссией 25 проектов было поддержано 7 бизнес-идей разной направленности – производство мебели и одежды, услуги по мониторингу энергоэффективности зданий, а также проекты в сфере здравоохранения, общественного питания и туризма. Председатель Думы Андрей Элксниш пожелал победителям конкурса успехов в осуществлении их бизнес-проектов, а также выразил радость по поводу того, что в ДАУ воплассе много предприимчивых людей, готовых рисковать и прикладывать усилия к реализации своих идей, тем самым делая жизнь в городе более интересной и насыщенной. Председатель конкурсной комиссии Валерий Кононов отметил, что хороших идей было действительно много, и тем, кто на этот раз не стал победителем, непременно нужно продолжать начатую работу. Мы подняли низшую планку, которая позволяла получить финансирование. Это обоснованно, потому что раньше, когда грант был 2-3 тысячи, это, с моей точки зрения, не позволяло в полном объеме успешно реализовывать идеи. В этом году уже сумма покрупнее, конкуренция была высокая, идеи были очень интересные, даже космические были, но, к сожалению, это конкурс, комиссия решала, каждый член комиссии выразил свою оценку, и потом по баллам было принято решение. Я считаю, что потенциал у наших молодежи, у наших молодых предпринимателей очень высок, самоправление и в дальнейшем, я уверен, будет продолжать такую данную помощь. И тем, кто сегодня выиграл, пожелать успеха, кто, к сожалению, остался за чертой, но это жизнь, не обижаться, не опускать руки, продолжать идти вперед, больше может консультироваться со специалистами, и я уверен, успех будет на их стороне. Опытом с нынешними победителями делились обладатели гранта «Импульс-2021», которым за сравнительно недолгое время удалось успешно начать и развить свой бизнес, создав стабильное производство с новыми рабочими местами и надежными партнерами в разных уголках мира. И определяющую роль, по их мнению, играет не столько финансовый аспект, сколько информационная и эмоциональная поддержка, которую также подразумевает «Импульс». У нас была идея, был уже прототип, мы знали, что мы будем производить, но не знали, как это правильно организовать. Позвонили в Думу, нам посоветовали этот проект, и мы стали успешными такими вот участниками. Мы купили оборудование, потому что без него мы не могли производить наш продукт, и купили уже его в кратчайшие сроки после того, как нам выделили деньги. Мы начинали совсем с разовых продаж одного конструктора, сейчас у нас есть крупные покупатели и в Англии, и в Америке, которые мы поставляем уже объемом, и плюсом мы производим не только свой продукт, но и по их дизайну, под их маркой и их продукцию. Поэтому в цифрах сложно сказать, но рост наш очевиден. «Импульс» показывает, что твоя идея реализуема, она в дальнейшем станет успешной, потому что я уверена, что при проверке документов, всех этих цифр, анкет и всего остального, это тоже большой труд и большая работа. Это большой, действительно серьезный отбор, поэтому для нас это было показателем того, что мы станем успешными. Потом поддержка города, это тоже очень важно, когда ты понимаешь, что городу нужны молодые предприниматели, есть не только финансовая поддержка, но и какие-то консультации, какая-то коллаборация с участниками, это тоже очень важно. За годы существования программы «Импульс» был подан 251 проект, из которых поддержку получили 84 идеи. Общая сумма грантов за это время составила почти 500 тысяч евро. Сюжет подготовил отдел коммуникации Дагуфпилского городского самоуправления.